6 июня 2013 года в Москве состоится первое заседание суда по так называемому болотному делу. А накануне, 5 июня 2013, группа граждан вышла в центре Москвы на одиночные пикеты, чтобы потребовать немедленного освобождения всех узников 6 мая. Прожить в России и не сесть – это надо умудриться. Ведь посадить могут за что угодно. Когда судебная система подмята государственными бандитами, любой гражданин становится их заложником. Свобода превращается в недосягаемое отражение воли. Вам подбросят, на вас напишут протокол, вас признают экстремистом. И бесполезно отводить глаза на кухне, когда накатывает страх и подступает отчаяние. Не верь, не бойся, не проси. Самый актуальный постулат нынешней России. Я считаю, что провокации, которые были 6 мая, были организованы полиция. В связи с этим любой человек, который арестован по делу за участие в мирном митинге, на который он выходил, он не может сидеть в тюрьме. Многие десятки, сотни тысяч людей должны понять, что это их проблема. Что вот эти сидельцы, эти репрессированные режимы люди, на самом деле, конечно, не просто ни в чем не виноваты, а они просто жертвы. Это во многом случайные люди, просто подвернувшиеся под руку. Они не устраивали никаких массовых беспорядков. Какая-то несчастная женщина кинула какую-то бутылку из-под воды. И они никак не собственные под массовые беспорядки и не подпадают до всех их деяния. У нас же массовые беспорядки очень точно описаны законом. Там есть поджоги, там ничего этого не было на болотах. Никто никого не поджигал, машину не переворачивал. У наших сограждан настроение либо протестное, либо чемоданное. И мне кажется, просто еще не до конца накопилась критическая масса, для того, чтобы действительно очень много людей вышло на улицу и что-то поменялось. Это произойдет неизбежно и произойдет, скорее всего, вдруг. Я делаю то, что я считаю нужным. Я думаю, что если я не буду этого делать, я просто буду плохо спать. Это дело моей совести. Это мой личный выбор. Люди, которые сидят по болотному делу, их пытаются осудить совершенно незаконно. И они не участвовали в никаких массовых беспорядках, которые им инкриминируют. И я посчитала, нужно выйти на защиту этих людей. Путин лично мстит людям за то, что они вышли и посмели сказать, что они не согласны, так сказать, с ним. С его существованием. С существованием режима? С существованием режима и существованием Путина. Я думаю, сейчас уже до такой степени. Россия в данный момент это категорически не демократическое государство, где права и свободы граждан попираются просто совершенно наглым образом. Сегодня в России чуть ли не из каждого утюга несется одно и то же. От вас, граждане, ничего не зависит. Но это не констатация факта, а жгучее желание Путина. И когда это осознают граждане страны, ничего не будет зависеть уже от Путина и его клики. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.